Строительным бизнесом Российского университета транспорта Москва, большой тут коллектив соавторов, вы сейчас, наверное, о них скажете, и тема доклада оценка трудоемкости устранения риска передачи цифровой информации в корпоративных сетях. Пожалуйста, Надежда Валерьевна, вам 12 минут, за 3 минуты я предупрежу, спасибо. Хорошо, спасибо. Ну, в первую очередь, хотелось бы всех поприветствовать, очень рада, что в такое непростое время мы все-таки проводим такие мероприятия, пусть хотя бы онлайн, но общаемся. И спасибо очень большое организаторам за хорошую, эффективную, славную работу, всегда все быстро отвечали, спасибо. Спасибо. Тема моего сегодняшнего выступления – это оценка трудоемкости устранения риска передачи цифровой информации в корпоративных сетях. На данный момент, когда мы все вынуждены работать онлайн, я думаю, эта тема становится еще более актуальной. У нас достаточно большой, 5 соавторов в данной, докладе в данной статье. Это соавторы, как и из Российского университета транспорта, тут у нас 4 вуза представлены, финансовый университет, политехнический и институт технологии управления Мирзумовского. В программе все они отражены полностью фамилии, имя, отчества. Если кому-то и более это интересно, можно посмотреть, из каких вузов. Ну, перехожу к своему докладу. Все, спасибо. Значит, высокой эффективной эксплуатации цифровых систем защиты информации, корпоративных систем передачи данных, их модернизации и проектирования невозможно без количественных оценок, характеристик самого процесса по выявлению вредоносных атак и процесса восстановления пораженных узлов информационных систем и планирования профилактической деятельности заражения. В работе рассмотрены такие понятия, как вредоносное воздействие и риск этого вредоносного воздействия. Под вредоносным воздействием понимается распространение вредоносных атак в корпоративной сети, передача цифровых данных, любые их действия, которые могут привести к нарушению работоспособности системы, как всей системы, как отдельных элементов. Следовательно, под риском мы определяем возможность наступления такого события, в результате которого происходит распространение вредоносных программ в корпоративной сети, передача данных, что приводит к снижению или полной потере работоспособности самой системы. В результате техоследования возникла необходимость разработки математической модели процесса минимизации риска вредоносных воздействий. На следующем слайде рассмотрена цель исследования. Целью исследования является разработка модели оценки характеристик процесса устранения риска вредоносных воздействий, а также процесса распространения вредоносных программ в сети. Исследование проводилось по следующим этапам, то есть были определены категории жертв, пострадавших от информационных атак в третьем квартале 2019 года. Выявлена структура методов информационных атак, исследованы типы вредоносного программного обеспечения. И в результате была разработана математическая модель оценки характеристик процесса устранения вредоносных воздействий в компьютерной сети, передачи данных. Затем был проведен анализ предложенной модели и уточнение наиболее важных характеристик самого процесса устранения риска вредоносных атак в режиме ограниченности и неограниченности временных и других видов ресурсов. И также проведена апробация разработанной модели на примере конкретной компьютерной сети, передачи данных как сети массового обслуживания. Гипотезой исследования является то, что предполагаемая математическая модель позволит прогнозировать скорость распространения вредоносных воздействий в компьютерных сети, а также время поражения цифровых данных. На следующем слайде представлен анализ категории жертв пострадавших от информационных атак в третьем квартале 2019 года. И по предварительным данным за этот период во всем мире число зарегистрированных утечек информации из государственных организаций коммерческих компаний выросло примерно на 10% в сравнении с 2018 годом. То есть таким образом мы можем отметить, что утечка информации и информационные атаки, они растут, да, то есть благодаря вот этим данным. Также стоит отметить, что наиболее часто встречающимся методом, то есть в результате вот анализа этих методов, какими пользуются, да, хакеры, наиболее часто встречающимся методом атак считается применение вредоносного информационного программного обеспечения. Нарушители информационной безопасности часто комбинируют данный метод социальной инженерии или эксплуатации в по уязвимости. То есть вот на слайде тоже эта информация отражена. Начиная с 2018 года программа на обеспечение для шпионажа стала наиболее популярным. При помощи данных программ злоумышленники аккумулируют конфиденциальную информацию как для частных, так и для юридических лиц. Закрепляются в системе в случае, если атаки носят целенаправленный характер. Вот типы вредоносного программ обеспечения на этом слайде представлены. И далее уже, как бы, хотелось бы перейти к самой, непосредственно к самой модели. Значит, в основу моделирования процесса ликвидации вредоносных атак в узлах корпоративной сети передачи информации была положена математическая модель процесса наладки программного обеспечения. То есть эта модель, она была уже предложена рядом у ученых в 1986 году, часть ученых подальше развивала ее. В соответствии с этой моделью предполагается, что корпоративная сеть передачи цифровых данных включает в себя множество компьютерных систем или узлов. В каждом из этих узлов происходит определенный процесс, направленный на ликвидацию вредоносных воздействий или программ. Таким образом, система может иметь одно из дискретных состояний и подразумевается определенное количество вредоносных воздействий. И вредоносное воздействие, как частный случай в узле сети, может равняться числу этих вредоносных программ. Под процессом ликвидации вредоносной программы или вредоносной атаки возле компьютерной сети понимается ее выявление и моментальное восстановление этой сети. Интенсивность ликвидации вредоносных атак, будем считать, в модели было принято как пропорционально их количеству. В итоге результативность сканирования системы определяется определенной величиной, которая показывает вероятность того, что в результате процесса сканирования корпоративная система содержит I вредоносных атак. В итоге могут остаться необнаруженными G атак. И N обозначает количество вредоносных атак до начала процесса сканирования. И далее в форме матрицы, вот у нас в слайде, представлено распределение P. Предлагаемая модель основана на предположении, что в результате ликвидации вредоносной программы или атаки возле сети данная программа уже вновь не может появиться. Таким образом, компьютерная сеть, она становится защищена, как бы, другим словами, она вырабатывает иммунитет уже к этой вредоносной атаке, то есть она там уже появиться не может. Однако информационная система также может характеризоваться несколькими поглощающими состояниями. Данные состояния системы могут означать, что процесс сканирования остановлен, но не все вредоносные атаки программы ликвидированы. Далее, анализ модели позволил сделать вывод, что наиболее важными характеристиками процесса устранения вредоносных воздействий в компьютерной сети передачи данных является Первое, это математическое ожидание времени ликвидации G вредоносных программ, математическое ожидание времени ликвидации всех вредоносных программ в компьютерной информационной сети, вероятность ликвидации всех атакующих вредоносных программ в компьютерной сети и математическое ожидание временного параметра, в течение которого в компьютерной информационной сети находится постоянное число вредоносных атак. И вероятность того, что в компьютерной информационной сети присутствуют не обнаруженные вредоносные атаки. Надежда Валерьевна, 3 минуты осталось. Хорошо, как раз я заканчиваю. Спасибо. И в заключении хотелось бы остановить на практическом применении, что нам может это дать. Практическое применение разработанной математической модели дает возможность проведения не только оценки трудоемкости, ликвидации риска вредоносных атак в узлах информационной сети, но и провести оценку качественных характеристик деятельности корпоративной цифровой системы в различные временные периоды в зависимости от первоначального количества вредоносных атак. Доклад закончил. Благодарю за внимание.